По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, больше половины детей занимаются спортом. Среди малышей от 3 до 5 лет систематически 51%, среди подростков 6-12 лет больше 67%. С возрастом доля тех, кто регулярно дает себе физическую нагрузку, снижается. Среди тинейджеров и молодежи от 13 до 29 лет только 41% нагружает себя физическими упражнениями. Рома, тебе было какое-то хобби? Спортом увлекался? Ты имеешь в виду в детстве, да, наверное? И в детстве, и сейчас? Да, в детстве я ходил на хоккей, даже пробовал ездить в дзюдо заниматься, но так как я жил далеко за городом, мне было тяжело ездить. Ну, напряженно, я же ребенок, вот, и я все-таки выбрал ходить в хоккей, и в дзюдо я бросил ходить. А ты куда-нибудь ходила? Я занималась танцами, долгое время занималась. Долгое время? Почему оставила? Оставила, потому что уже начала учиться в университете, началась езда, времени не было, и, соответственно, уже прекратила ходить. Классическая история. Да, а желание, кстати, было. На самом деле очень важно заниматься каким-то спортом, особенно если ты ребенок, чтобы вот эту энергию, которая в тебя копится, куда-то вливать и желать в полезное русло. Да, абсолютно с тобой согласна. И мы встречаем нашего гостя, руководитель смешанных единоборств клуба «Тейваз» Олеся Захарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, как вам пришла такая идея создать клуб единоборств? Ну, во-первых, я с самого детства спортсменка, с самого-самого детства. И, опять же, в 12 лет пришла в спорт, такой уже достаточно осознанный возраст, не совсем маленький. То есть в 12 лет такие ребята уже, то есть очень через раз добиваются успехов, особенно девчонки. Вот. И мне не помешало, в принципе, этот возраст не помешал добиться определенных успехов, определенного уровня, да, в данном виде спорта, который я сейчас преподаю, которым занималась ранее. Вот. Ну и пришел такой пик, когда я оставила выступление, и мне действительно показалось, что хватит. Я уже на тот момент тренировала, и мне больше лежала душа к тренерству, нежели чем продолжать свой путь, спортивную карьеру и так далее. Поэтому я решила отделиться, так скажем, потому что работала с руководителем здесь, с Ангарской, и решила, что мне нужно расти дальше, нужно набирать свою команду, нужно набирать своих детей и продолжать двигаться в этом направлении самостоятельно. Мы знаем, что ваш клуб находится сейчас в Мигете. Скажите, а вот на данный момент сколько у вас учеников? Где-то около 75. Около даже 75 человек. А возраст? Дети возраст 4 лет и старше. Ну, самые старшие ребята 18-19 лет. То есть, допустим, если есть желающие лет 20, может быть, чуть больше. Да, было это. Можно, да? Да, конечно, обязательно. Было, но сейчас уже нет. Было, но сейчас. Они такие зашли. Желание пропало. Иногда, знаете, что-то как-то больно. Мне как девушке, знаете, тяжело, даже иногда неудобно, когда приходят взрослые, мужчина где-то, а у меня такое было, когда я в Ангарской тренировала. Опять же, все зависит от того, как ты себя поставишь. Если ты знаешь свое дело, если ты правильно умеешь распределить нагрузку по всем, правильно дать информацию, материал и так далее, почему и нет? То есть, и женщины, и тренера тоже добиваются достаточно высоких успехов. А тренируете только вы? Больше нет тренеров? Да, только я. Скажите, а вот у вас, за вашу спортивную карьеру, когда вы были еще действующим спортсменом, есть ли какие-то регалии, награды, о которых можно рассказать? Да, начинала я в 12 лет, начала заниматься универсальным боем, выполнила норматив мастера спорта международного класса, неоднократно участвовала в соревнованиях на чемпионатах России, чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Затем плавно перешла в панкратион, это спортивная борьба, раздел панкратион, решила, что нужно попробовать себя в новом виде спорта. Здесь тоже выполнила норматив мастера спорта, также участвовала в международных соревнованиях, чемпионатах России и чемпионатах мира, где как раз-таки и выполнила норматив. А результаты у ваших учеников уже есть? У наших учеников, ну, самое пока высокое, на каком уровне мы участвовали, это всероссийский турнир, всероссийские турниры, то есть и там мы занимали призовые места. А возраст какой? Возраст 9 лет и 9-13, вот так. Вот к вам же ходят ребята, вот, достаточно юные, 9-13 лет, то есть у них азарт, какое-то баловство есть, вот, какими качествами должен обладать хороший тренер, ну, вот такой вот, как вы, чтобы с этим всем совладать. Там же огонь, там энергия кипит, как ее направить в нужное русло? Самое, мне кажется, первое, что должно быть у каждого тренера, это дисциплина. Вот все начинается с дисциплины, как поставить себя тренер в плане этого, тем более это дети. Если где-то чуть-чуть спуска дали, это дети такие, что они потом сядут, поедут и, как бы, не будут воспринимать ни тебя, да, как тренера, ни твой материал и так далее. Само собой, ни работы никакой структурированной не получается. Поэтому у каждого тренера, каждый тренер должен начать дисциплины. Вот я обожаю дисциплины, у меня на тренировках очень-очень тихо. Даже несмотря на то, что у меня тренируются дети с 4 лет и маленькие, но они уже знают, что где-то, если бы чуть-чуть переборщил, ну, одного моего взгляда достаточно, чтобы им понять, что да, так, стоп-стоп, надо продолжать там и так далее. Вот, в первую очередь, конечно, дисциплина. Ну, далее это опыт, конечно же, да, далее это то, как ты умеешь ребятам дать материал, как ты умеешь показать, да, на своем примере, рассказать правильно, объяснить наглядно и так далее, чтобы материал усваивался, ну, естественно, чтобы потом ученики применяли это не только на тренировках, но и далее уже в соревнованиях и так далее, показывали результат. А больше ходят мальчишек или девчонок? Мальчишек, да, мальчишек. Ну, девчонки тоже есть? Да, конечно, обязательно. Олеся, а как откликнулись местные жители на то, что открылся ваш клуб? Ну, во-первых, в Мегете найти помещение очень тяжело было. Я потратила, я не знаю, сколько времени на это, не знаю, около года, наверное, точно. Искала, я не знаю, все перебрала в Мегете. И как раз-таки просто подвернулся такой счастливый случай, от которого я не смогла отказаться. Я попросила помощи, так скажем, у городской администрации города Ангарска. Да, помогли, на определенном уровне помогли с инвентарем. То есть на открытие самого клуба работала я и мои родители, которые как раз-таки учеников, которых я воспитываю. Это единственные люди, которые мне помогли с этим. То есть мы сделали полностью ремонт, мы закупили полностью оборудование, полностью оборудовали зал, где можно действительно прийти и понять, и ощутить обстановку, что это действительно в боевом клубе каком-то. Тем более, это был первый-единственный и сейчас первый-единственный клуб, который в Мегете работает, именно единоборство. Наверное, все. У нас есть также легкая атлетика, у нас есть хоккей, у нас есть еще спортивное единоборство помимо этого. Но чтобы такого обособленного зала, только один-единственный. Конечно, меня поддержали, конечно, меня поддержали, все родители были за абсолютно. Был такой период, когда не было спортзала, и нам негде было тренироваться, наверное, где-то полгода. И помимо того, что у нас в Мегете работают еще несколько клубов спортивных единоборств, не один человек, так скажем, основная масса осталась со мной, никто никуда не ушел. То есть меня ждали, мне помогали, и то, как мы открылись, это был прям восторг для всех, не только для меня. И огромный, просто огромный низкий поклон тем, кто мне помог с этим. Вот, и весь состав, основной состав, всей моей команды остался со мной. А есть ли ребята, которые приезжают, допустим, из Ангарска, либо с Иркутска к вам? Бывает, так бывает. Очень часто бывает на соревнованиях, в последнее время вот приезжаем, и нас, то есть подходят руководители со спортивных клубов, там знакомимся, тренера. Да, и приглашают на открытые ковры, то есть это сейчас очень популярно, то есть мы приезжаем в команду, там куда-нибудь в Иркутск, устраиваем такие дружеские, товарищеские встречи, схватки и так далее. То есть очень много предложений, мы уезжали несколько раз к нам, дай бог должны приехать, у нас зал небольшой, видите, это раз, во-вторых, в Мегет тоже такое себе, то есть приехать, всем собраться. Ну, мы обязательно как-нибудь это сделаем в Мегете, но пока мы выезжаем всей командой, и на такие товарищеские, дружеские встречи обязательно. Мы хотим, кстати, поздравить вас, потому что вам вспомнился год недавно. Да, да. Поздравляем. Спасибо огромное, спасибо большое. Скажите, за этот год у вас были какие-то тренировки выездные? Куда-то выезжали, может быть? Да, мы за этот год, за этот год, я тренирую уже четвертый год, то есть именно с моей командой, но обособленно в зале один год, но до этого мы каждый год уезжаем на сборы летом, на спортивные сборы, на двухнедельные сборы, которые тренируемся три раза в неделю, все две недели. То есть летом мы, в принципе, также не бросаем тренировки, продолжаем, и август у нас такой заряженный, мы едем, отдыхаем, совмещаем приятное с полезным, отдыхаем и тренируемся. Вот, а соревнования, я не знаю, у нас соревнования, наверное, каждую неделю, не каждую неделю, где-то через две, каждые выходные мы постоянно ездим. Стараемся вообще не пропускать, и тем более стараемся, я стараюсь детей своих не только направлен на конкретный вид спорта наш, там смешанное единоборство, а также мы выступаем по грэплингу, по зондо, выступаем по смешанным единоборствам, там очень много ребят, пытаюсь максимально в разные виды спорта, чтобы они адаптировались абсолютно под все. Олеся, какие планы на это лето? Как раз сейчас занимаемся вопросом поиска спортивной базы, куда мы можем поехать в августе, в июле, мы сейчас подберем время, выберем максимально удобное нам, и все команды, как обычно, каждый год мы постоянно уезжаем, едем тренироваться, тренироваться, едем готовиться к новому году, к новому рабочему учебному году сентября месяца. Олеся, спасибо вам огромное за то, что уделили нам внимание, все так подробно рассказали, конечно же, мы желаем вам побед. Спасибо вам большое. Мы желаем, чтобы ваша школа развивалась обязательно, чтобы больше учеников ходило, благодарных родителей, потому что действительно вы же делаете значимое дело для всех, детей чем-то занимаете, родители могут отдохнуть, и, конечно же, дети будут спортивнее, сильнее, а значит, здоровее. Да, согласен, спасибо огромное. Спасибо большое.